Привет, друзья! Люди все одинаковые, и религии все стремятся к тому, испокон веков, чтобы напоминать людям, что люди-человеки. Но беда в том, что, если, допустим, ну посмотрите, и там, и там есть, вот когда читают или Тору, или Коран, человек вот так вот головой качает, потому что повторяемые движения снимают напряжение, помогают человеку внимательнее читать. Ну слушайте меня. Вся пропаганда, она всю жизнь занимается тем, что пытается людей разделить, расчеловечить, разделяя и властвую. Ну этим занимается. За святое, как говорится, цепляет. Крючок такой, за самое святое. Что самое святое у человека? Человечность, любовь к ближнему, способность сопереживать, чувство бесценности живого, да, чувство потребности в созидании, не только в выживании. Ну вот пропаганда, она все время делит людей, но разделяет, да, вот хватается, например, есть мусульмане, есть иудаизм, есть буддизм, там есть христианство, вот их пытаются разделить. Хотя они все говорят об одном и том же. Я вам даже больше скажу, как психофизиолог. И там, и там, и там есть изгнание, например, у мусульман джиннов изгоняют, а у христиан бесов изгоняют. Ну это, слушайте, одно и то же везде, потому что человек один и тот же. Посмотрите фильм «Дочь местая». И там вот в конце, значит, художник великий, отечественная война, ну, великая отечественная война, вот, там немцы, там Париж, там он выдающийся художник, и там он, значит, извинился в конце жизни, потому что там у него был покровителем один немецкий гестаповец, который его с красками снабжал, помогал ему деньгами там или что-то, потому что для него ничего не было больше, чем его искусство, а он художником был. И вот такой момент, что в конце фильма у него, значит, семисвечник, ну, прекрасно нарисованный семисвечник, и там бумажечка прикрепленная. И дочка, когда посмотрела, там написано «В нем ли Израиль?» «Бог есть, единый». Ну, посмотрите, ну, он потом это понял, потом он там, ну, там целая история, там несколько серий этот фильм, прекрасный, выдающийся фильм. Просто я хочу вам сказать, что очень много людей по незнанию, по неведению, по необразованности, потому как времени нету. Люди все одинаковые. Поэтому любить ближнего – это технология. Представьте себе воздушный, как это, не воздушный, а земной шар, воздушный шар, земной шар, и вы смотрите сверху. Миллионы религий, там кусочки религий разных, там даже в одной религии десятки направлений все ссорятся между собой. И представьте себе, что можно сделать для того, чтобы они не ссорились. Ну, вот эта фраза «любить ближнего», она на самом деле технология общежития, чтобы люди разных вкусов, взглядов, направлений выживали. Это же самое главное. Слушайте, друзья, у нас скоро будет вебинар, но я так думаю, потрясающий, потому что там очень много открывается для человека, который может использовать самострессовое состояние для того, чтобы улучшать свою жизнь, открывать творческие возможности, которые у него как бы есть, но он этот творческий потенциал как бы не открыл для себя, еще даже не представляет себе, что он у него есть. Да, много людей таких, к которым я говорил, «А ты занимайся любимыми делами». Он говорит, «Я занимаюсь любимым делом». «Но у меня мать больная, вот я должен с ней сидеть там, или, допустим, ребенок больной, я прикован к ней прямо как цепями, я все время только этим занимаюсь, только этим занимаюсь, ухаживаю за больным ребенком, ухаживаю». «Занимайся любимым делом». «Ну, у меня есть любимое дело». Я говорю, «Их должно быть много». Она говорит, «Я не могу много любимых дел заниматься». Хобби, много хобби параллельных. Это очень важно. И поэтому вебинар у нас будет выдающийся, потому что в первую очередь, например, тест, вот сейчас, например, тест самый простой, который сразу определяет ваше состояние и вашу склонность. И самый простой маленький тест. Давайте, хотите? Вот когда вы роняете чашку, и она разбивается, в первую очередь, что вы думаете? Вы говорите на счастье? Или вы думаете, «Ах, ну что ж теперь делать?» Вот тест, который сразу определяет ваше исходное состояние, текущее в моменте. Так вот, на вебинаре я вас научу, чтобы вы, не только когда роняли чашки, а когда у вас какая-то проблема, чтобы вы могли использовать эту энергию напряжения для того, чтобы найти решение, выйти из тупикового состояния, потому что безвыходных решений не бывает тупиковых ситуаций. Я вам подскажу, как это делается. Это просто будет поразительно. Да, и возвращаюсь к началу. Все мы человеки, а нас расчеловечивают. Что самое святое? Берутся, вот, например, говорят, «Ты должен маму свою любить и отца почитать, потому что ты мусульманин». Вот когда добавляют, «Потому что ты мусульманин», получается, что христианин свою маму не любит, отца не почитает, или иудей свою маму не любит, отца не почитает. Все единые ценности общечеловеческие в каждом человеке есть. Надо, чтобы люди не ссорились друг с другом. Надо, чтобы люди понимали, что закономерности мозга одни и те же. И поэтому, когда вы думаете о волнующем моменте и в это время головой качаете или качаетесь вот так, или глазами двигаете туда-сюда, это вы делаете механизм снятия лишнего напряжения, чтобы доминантии это не зависали, чтобы голова была свободной, не кружилась и не болела, и вину знает только, чтобы был нормальный. А там я покажу, как это делается. До встречи!